Дожди, которые идут на территории Волгоградской области, уже неделю доставили немало проблем коммунальщикам и автомобилистам. Но для тех, кто смотрит на мир сквозь объектив камеры, дождь — это возможность сделать новые снимки. С теми, кто ищет свежие кадры, пообщалась Алина Селезнева. Полубоком, в три четверти. Дождь по крышам, дождь по лужам, а еще иногда моросит на фотоаппарат. Но владельцы камеры Марию это не смущает. Большинство фотографов не любят снимать в дождь, но только не она. При правильном подходе, говорит девушка, можно сделать интересные кадры. Замечать тем, кто хочет поймать в объектив что-то необычное, стоит задуматься не только о ракурсе, но и, например, о цвете. Черно-белая фотография действительно выглядит более драматичной в дождь. Также можно при помощи брызгов снять интересный кадр из отражений в лужах. Можно брызгаться, можно бегать за антом и действительно создать какую-то необычную атмосферу. Волгоградцы, замечает фотограф, обычно хотят уйти сухими со съемки. Поэтому выбирают дни, когда на небе солнце. Не испугалась подмочить репутацию Виктория. Сегодня она гуляет по лужам в качестве модели. У девушки есть профиль в социальных сетях, куда она часто выкладывает свои снимки. Когда увидела за окном ливень, первым делом подумала о дождливой фотосессии. Впрочем, стихию пришлось переждать. Из-за капризов природы проблемы могли возникнуть с техникой. На улицу вместе с фотографом договорились выйти сразу, как только стихнет дождь. Мне захотелось что-то такое, на мой взгляд, детское. Вот такая непосредственность, когда ты бегаешь по лужам, когда дождь. Потому что, когда мы становимся взрослыми, мы такие прячемся в домиках. А когда мы дети, мы, наоборот, всегда этому радуемся. Поэтому мне вот захотелось что-то совершенно непонужденное. То есть у меня сейчас даже нет никакого макияжа. Прическа такая вот смешная. Сделать подобные фотографии у волгоградцев, говорят синоптики, еще есть время. По прогнозам, дождливо с прояснениями в городе будет доказательство.